В условиях ужасного холода, почти арктической зимы, они должны проделать более 1600 километров. Время гонки на собачьих упряжках вдоль реки Юкон, Дальний Север Америки испытывает каждого гонщика и его собак. Когда вокруг тебя нет ничего, кроме льда, снега и темноты, приходится с этим как-то справляться. Такова эта гонка, она очень сложная. Это вам не чистенькое шоссе. Здесь снег. Это самая тяжелая гонка на собачьих упряжках на земле. Такая вот гонка. Те, кто не боится трудностей реки Юкон, чувствуют это место по-своему. Они соприкоснулись с духом Севера. Гонка Юкон, дух Севера Это настоящее волшебство. Это так затягивает. Мне этого не хватает. Малыш! Уже трижды Сьюзан Амундсен бросала вызов этой гонке. Ее команда уже не в лучшей форме, но она не может устоять. Для меня смысл этой гонки заключается в том, чтобы почувствовать волшебство, которое дает это приключение. Палатки, чувство опасности, собаки. Ты полностью концентрируешься на своей команде и на выживании. Все, что у тебя есть, это твои сани и собаки. Ты должна быть внимательна, должна быть аккуратна, должна быть умна. Сьюзан тренирует своих проверенных в гонке собак вместе с новичками, которых она нашла, благодаря газете «Ищем новый дом». Это будет непросто. Да, это гонка большого испытания. Это определенно не для слабонервных. Как и Сьюзан, Билл Стайр участвовал в гонке и раньше. Но его собаки сейчас в лучшей форме. Это потрясающе находиться там со своими собаками. Они мои лучшие компаньоны. Мы вместе преодолеваем трудности, как психологические, так и физические. Мы работаем вместе, как одна команда. За неделю до гонки Билл отвозит своих собак на обязательный полный медицинский осмотр. Старший ветеринар Марджи Терхер и ее команда будут следить за здоровьем каждой собаки во время этой гонки. Билл надеется, что благодаря хорошей форме его собак он обойдет соперников. В прошлом году Джоран Фриман удивил всех, придя четвертым в своей самой первой гонке. Он серьезный соперник, несмотря на то, что у него не так много собак. У меня небольшой питомник. Я выбираю собак, и они отправляются со мной. В общем-то, выбор у меня небогатый. Некоторые из собак не готовы к таким дальним путешествиям. Я тренирую их, и они привыкают. Это все. Хорошо, спасибо. Не за что. Гонка вдоль реки Юкон проходит между Аляской и Канадой. 1600 километров от Фербанкса через четыре огромные вершины вдоль замерзшей реки Юкон до Уайтфорса. День начала гонки в Фербанксе. Минус 20 градусов. Это нормальный зимний день для Аляски. 570 собак и 41 команда готовы отправиться в путь. Многие не справятся. Даже такие опытные гонщики, как Сьюза, нервничают. Как только я пойду по маршруту, все будет нормально. Но я не выспалась. И я думаю, все ли я собрала, все ли будет в порядке с моими детьми. Я ведь мать-одиночка, так что это серьезно. Все эти сложности – это настоящий вызов. Но мне это нравится. Это у меня в крови. Я это обожаю. Это моя шестая большая гонка. Я не смогла устоять. Самую быструю команду ждут призовые деньги. Но участники празднуют и другие победы. Марджи Терхер и ее ветеринары присуждают собственную премию тому, кто, по их мнению, лучше всего сочетает гонку с хорошей заботой о собаках. С интервалом в две минуты гонщики тронутся, и приключение начнется. Холодный север встретит всех по-разному. Сьюзен рванет в сторону финиша со своими молодыми и старыми собаками. Я соревнуюсь не ради победы. Мне это моя цель. Моя цель – это сделать все, что в моих силах. Билл Стайер надеется улучшить прошлогодний результат. 14-е место. Его собаки, как и он, готовы к гонке. Джоран Фриман хочет победить. Но его команда находится в невыгодном положении. Каждой упряжке разрешено иметь 14 собак. Сегодня у Джорана всего лишь 13. Гонщики и их собаки должны проделать 1600 километров за две недели, в течение которых они могут полагаться лишь друг на друга. Путешествие начинается с замерзшей реки Чини. И хотя маршрут помечен, сбиться с него очень легко. У каждого гонщика своя стратегия. Большинство бежит первые 4-6 часов, потом отдыхает примерно с турбежа. Другие бегут дольше и отдыхают дольше. Правила хорошего тона предполагают, что обгоняющая команда должна крикнуть след, и отстающая должна пропустить их вперед. Ведущая собака задает темп. Гонщики контролируют скорость, ставя быстрых или медленных животных вперед. Первые 50 километров пути — это когда гонщики могут оставить раненых или заболевших животных. Они также снимают номера, по которым их различали зрители. Скоро единственным зрителем будет дикая природа. Одна упряжка движется обратно, в сторону старта. Собака рванула не в ту сторону. Север уже оказался кому-то не по зубам. Это одна из собак Сьюзан. Я вернулась. Она бежала немного странно, а потом упала. Ведь вам еще предстоит такой путь. Она хорошая собака, это очень странно, с ней что-то не так. Боже, терпеть не могу разворачиваться и возвращаться. Эй, все едут в ту сторону. Сьюзан очень переживает потерю ведущей собаки. Нагрузка на остальных членов команды возросла. Каждую выбывшую собаку отправляют в резерв. А гонка только началась. Ежегодная гонка вдоль реки Юкон – главное событие на Дальнем Севере. Несмотря на холод, жители Аляски стараются помочь гонщикам. Но даже их щедрость должна проявляться по правилам. Любая помощь, даже булочки, могут быть приняты только, если их получит каждая команда. В феврале на Севере день длится около восьми часов. Гонка продолжается без остановки. Каждая команда следует своему графику работы и отдыха. Сон будет редким и драгоценным. Ночью температура падает до минус 30 градусов. Но собаки не мерзнут. Они настолько приспособлены к холоду, что при зимнем солнце им может быть слишком жарко. Ночью они могут бежать быстрее. На первой контрольной точке в 160 километрах от старта каждая команда должна остановиться как минимум на два часа. Билл Стайер собирает запасы. Еду, батарейки и сухую одежду. Он также берет солому, на которой будут спать его собаки. В конце первого дня ветеринары проверяют каждую собаку на наличие травм и стресса. Ветеринар Мелани Донофра уже в третий раз проверяет собак во время гонки. Я стараюсь это делать систематически. Так что я могу работать, даже когда я уставшая. Я всегда проверяю лапы, суставы, плечи. Немного работаю над бедром. Когда они лежат, приходится их поднимать. Но если им больно, они всегда говорят. Лайки из Аляски – прирожденные гонщики. Ветеринар Натали Фортье знает, на что обращать внимание. Вот так. Им нужны хорошие лапы. Хороший аппетит при любых условиях. У таких собак спортивная походка, в смысле хороший бег. При ходьбе они экономят силы. Собак с такими качествами специально разводят. Поэтому у них у всех разный окрас. Они такие красивые. Положу тебя в карман и возьму домой. Команда Сьюзен продвинулась вперед вместо того, чтобы сбиться с маршрута. Они хотели рвануть туда, где было полно воды. А я закричала «Нет, берите левее». Потом они запутались у деревьев. Мне пришлось их распутывать. Так что примерно полчаса я провела в воде со льдом. Гонщикам и собакам нужно отдыхать как можно больше. Через час езды впереди их ждет опасный крутой подъем. Первые 400 километров этого путешествия гонщики прошли через горные подъемы к Северному полярному кругу и реке Юкон. Высота горы Росбат почти 800 метров, а протяженность 16 километров. Чем выше они поднимаются, тем ниже становится температура. Ветер не щадит ни гонщика, ни собак. Гонщикам нельзя останавливаться. Если они остановятся, они могут больше не сдвинуться с места. Отдыхать здесь нельзя. Горы проверяют и гонщиков, и их собак на выносливость. Наличие опыта сказывается именно здесь, на высоте. Опытные гонщики жертвуют своим комфортом, чтобы облегчить упряжку. Новички берут с собой слишком много вещей. Но Кони Фрерич не новичок. Это уже ее 12-я гонка. До финиша она дошла всего 4 раза, но она продолжает возвращаться сюда. Такой подъем отнимает все силы у гонщика и у его собак. Но они упорно продолжают двигаться вперед. Наконец, вершина. Однако спуск еще опаснее подъема. Если гонщик не сможет замедлить ход, он может переехать собственных собак. Такие условия не щадят никого. Тонкий лед приносит большие проблемы. Бруно Бауэрис проверяет лед перед своими собаками. Если он упадет в воду, ему понадобится костер, чтобы высохнуть, прежде чем он замерзнет. Джоран Фриман распределяет весь вес как можно шире. Он сдвинулся с 40-го места на 14-е, но остался без двух собак. Гонщикам нельзя менять собак, и их должно быть как минимум 6. У Джорана осталось 11. На следующей остановке Билли Стайр собирается отдохнуть. Его собаки миновали гору Росбот, и им повезло больше, чем их хозяин. Забавно. Ведь я много бегаю, и считаю, что я в хорошей форме. Но, боже, этот подъем на гору Росбот, это... Не знаю, что было бы, если бы я не был в такой форме. Билл и его команда не могут расслабиться. Впереди их ждет гора Игл. Высота 1100 метров. Одно из самых опасных испытаний в этой гонке. Ураганный ветер делает ее еще опаснее. Гонщики боятся ветра, который может сбить с ног, и снега, из-за которого они не будут видеть своих собак. Но большинство из них решает преодолеть гору до того, как начнется настоящий ураган. Сьюзен Амундсен знает, чего ждать от такого подъема. На горе Игл мне всегда страшно. Там опасно. Это настоящий кошмар. Кошмар и ужас. Сьюзен со своими собаками направляется в сердце буря. И их заносит снегом. Но ждать смысла нет. Гонка не прекращается из-за плохой погоды. Как бы тяжело не было гонщика. Одежда не греет ни собак, ни человека во время северного урагана. Единственный вариант продолжать двигаться. Да, мы сделали! Наконец, ураган прекращается. Билл, Джоран и Сьюзен преодолели гору и спустились к следующей остановке. Сьюзен на пределе. Я добралась сюда в 3 часа ночи. Мне нужно было отдохнуть. Я поспала 3 часа. Это первые 3 часа сна за 3 дня. Вообще-то я неплохо себя чувствую. Мне удалось отдохнуть. Там на вершине было ужасно. Сплошной лед. Вокруг скользко. Нам с собаками пришлось обуваться, потому что в этом году там полно камней. Да, там было очень скользко. Нам понадобилось 3 часа, чтобы преодолеть 8 километров. Это настоящее безумие. Там очень тяжело. Я чуть было не отступила, подумала, что мне это не нужно. Но потом я все же решилась дойти до конца. И я этому очень рада. Все собаки Сьюзен спустились с горы. Одному бонщику не так повезло. Для ветеринара Марджи Терхор эта работа казалась слишком тяжелой. В прошлой ночи у нас умер один пёс. Он спускался с горы Игл со своей командой. Это очень крутой и долгий спуск. Ветеран двух гонок, судья, Джо Мэй, знает, что такое Игл. В некоторых местах там очень крутой подъем. И там очень тяжело остановить упряжку. Одна собака стала замедлять ход, а этого делать никак нельзя. В итоге собака запуталась в тросе и умерла. Пёс запутался, и, видимо, трос намотался ему на шею. И он задохнулся. Мы отправляем его в университет, где патологоанатом сделают вскрытие. И тогда мы точно будем знать, что же произошло. Очень грустно, когда такое случается. Гонщику приходится нелегко. Это всё равно, что потерять члена семьи. Парню можно только посочувствовать. Вообще, такое случается редко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Контрольный пункт в городе Сёркал. Билл Стайр один из немногих, кто продолжает гонку с 14 собаками, как в самом начале 400 километров назад. Но его сани не в таком хорошем состоянии. Когда ты повредил сани? Они что, повреждены? Наверное, только что. Чёрт. По правилам, гонщики должны всё чинить сами, без посторонней помощи. Я починю. Но эта работа отнимет у Билла драгоценное время. Немногочисленное население городка Сёркал приветствует гонщиков, предлагая ему бежище, тепло и еду. Но участники гонки больше всего хотят спать. Чувство соперничества помогло Джорану Фримену догнать лидеров. Но даже самые упрямые гонщики должны отдыхать. Билл Стайр хочет убедиться, что его собаки как следует отдохнуть. В такой момент они могут почувствовать себя плохо. Массаж после такого забега всем приятен. К тому же это хороший способ согреть руки. Когда проводишь две недели со своими собаками, у вас налаживаются хорошие отношения. Это очень положительный опыт. Команды расходятся. Следующей ночью наконец-то прибывает новичок Дайан Ален. Ветеринар Натали Фортия проверяет собак Дайан и сообщает неприятную новость. Она всё делала правильно. Всё время включала грелку. Она хорошо заботится о собаках. С этим у неё проблем нет. У неё другие проблемы. Она не знает, как часто нужно их кормить. Три мои собаки слишком истощены, чтобы продолжать гонку. И одна из них – ведущая собака. Даже если я останусь тут на сутки, то я не смогу набрать достаточно припасов для них. Так что в этом году моя гонка окончена. Сьюзен понимает, как нелегко сейчас Дайан. Однажды она сама не доехала до финиша лишь 250 километров. Когда они на пределе, то они на пределе. У тебя нет выбора. Я была в подобной ситуации. Нельзя на них давить. Такое случается. Поэтому я никогда не давлю на них. После городка Сёркал в ближайшие 500 километров рядом не будет ни одной машины. Чисто технически это решающий момент. Если кто-то сомневается в своих силах в том, что доберётся до следующего пункта, лучше погрузить собак в машину сейчас. Это хорошее место, чтобы прекратить гонку, если вы не хотите её продолжать. В такой момент я начинаю думать, что если я продолжаю гонку, я должна добраться до Доусона. Так что надо починить всё, что сломалось. Сьюзен покидает Сёркал в одну из последних. А вот команда Марсель Фресину ещё не прибыла. Операторы знают, когда она покинула последнюю остановку, но сейчас она исчезла. Ветеринар Натали Фортье присоединяется к спасательной группе. Скорее всего, собаки просто встали на полпути, и она ждёт, когда они тронутся. Нам просто нужно убедиться, что у неё всё в порядке. Я полечу вдоль маршрута, посмотрим, удастся ли обнаружить гонщика и её собак. Надеемся, они просто немного задержались, и всё. Марсель могла заблудиться или получить ранение. Её нужно найти. Она покинула базу 36 часов назад, и поскольку она была последней, никто не отправился за ней вслед. Она до сих пор не объявилась. Мы отправили самолёт на её поиски. Посмотрим, смогут ли они засечь её с воздуха. Когда организаторы начали поиски Марсель, остальные гонщики начали путь вдоль реки Юкон, пройдя половину пути до города Доусон. Обломки ломаного льда мешают Сьюзан и её собакам. Это невероятная гонка. Испытания, которые мы преодолели, очень сложны. Перейти через эту реку очень-очень тяжело. Этот лёд мешает. Так что я пытаюсь преодолеть это расстояние как можно быстрее, чтобы эти ледяные обломки не поранили нас. Это всё равно, что ударятся о припаркованные машины. Мне приходилось менять ведущих собак. Нельзя позволять одной собаке всё время быть впереди. Я потратила много сил на то, чтобы моя команда двигалась вперёд. Я очень устала. Это самая тяжёлая гонка на свете. Эта гонка самая тяжёлая. А Натали Фортье продолжает искать пропавшего гонщика, Марсель Фрессино. Мы нашли её на реке. По-моему, она называется Бирч. Пилот посадил самолёт на реку, и я занялась её собаками. Они остановились. У неё кончилась еда и для себя, и для собак. Кончилось горючее. Её собаки не двигались с места. Они там так и сидели. Я поняла, что она замёрзла. У неё был понижен уровень сахара в крови. Ей было страшно. У нас была с собой шоколадка. Мы дали её ей. Похоже, ей стало легче. Да, ей стало легче. Она улетела обратно, вместе с собаками. Она прожила на этой реке целую ночь. И она не была уверена, выживут ли они. Так что мы рады, что вытащили их оттуда. Сьюзан Амундсен пережила самое тяжёлое испытание. Приближаясь к поселению Игл, она идёт по стопам своих известных предков. В 1911 году её родственник Роальд Амундсен выиграл гонку на собаках до Южного полюса. Шесть лет спустя он прибыл сюда, чтобы рассказать о своём арктическом путешествии. Когда я приближалась к реке, я думала о том, как подъезжал к этому месту он. Роальд Амундсен приехал сюда, чтобы сообщить всему миру, что он нашёл северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами. Тогда здесь были старые здания. Он жил здесь примерно пять или шесть месяцев. Тут была гостиница. Все тогда ходили в смокингах. Меня, конечно, не встречали с фонфарами, но я здесь. Думаю, собаки для него были средством достижения цели. Не знаю, любил ли он собак. Об этом ничего не знаю. Если человек запрягает собак, это ещё не значит, что он их любит. Он может любить саму езду, но не собак. Я запрягаю собак, потому что я люблю ездить, и потому что я люблю своих собак. Этот маршрут – родное место для этих больших мохнатых собак. Они живут здесь вместе с их хозяином Уэйном Холлом. Такие команды покоряют север. Они не быстрые, но сильные. После 700 километров Уэйн – единственный, у кого осталась полная команда. Билл Стайр лишился пяти собак. Но оставшихся проверила ветеринар Мелани Донофро. Хорошие лапы. Он прекрасно поработал с этими собаками. Знаете, хорошие гонщики знают, как ухаживать за лапами собаки. Они смазывают их мазью, надевают на них ботиночки. Вы можете поверить в то, что эта собака только что пробежала 120 километров. Потрясающе! Билл справился. Теперь Натали Форте проверяет выбывших собак. У нас здесь не больше 10-15 собак. А сейчас их около 30. Думаю, на то есть свои причины. Возможно, маршрут стал более тяжелым. В некоторых местах сложнее проехать. И, возможно, в этом году гонщики оставляют собак быстрее, чем обычно. У большинства собак – травма лап и суставов. Таких собак нужно оставлять у ветеринара. Несмотря на травмы, эти собаки предпочли бы остаться в команде. Эти животные были рождены для того, чтобы бегать. В их крови дух севера. В специальных мешках их перевезут на самолете через канадскую границу в ближайший конечный выгрузочный пункт в Доусоне. А тем, кто еще находится в пути, предстоит преодолеть 250 километров до Доусона. Этот город появился столетия назад благодаря золотой лихорадке. Тысячи людей тогда приезжали сюда. Собаки перевозили жизненно необходимые припасы. До недавнего времени, до 1963 года, собаки доставляли сюда почту. Доусон сохранил наследие золотой лихорадки. Теперь город постоянно посещают туристы. Наша гонка заставляет вспомнить красочное прошлое Доусона. Это шанс показать иностранцам дух севера в городе, который его не утратил. Гонщики всегда с радостью приезжают сюда. Мы снова здесь. В команде с Юзен, похоже, более опытные собаки берут верх над молодыми. Еще один новичок не выдержал. Бедняжка, это его первая гонка и такая неудача. Что это? Пока он не дошел до той черты, когда он больше вообще не захочет бегать, лучше прекратить его мучения. Он не обязан бежать дальше. Для него это слишком большой стресс. Я возьму старых ребят, проверенных. Теперь каждая команда должна отдыхать 36 часов. Только теперь проводникам разрешено заняться собаками. А гонщики могут поспать. Первый раз за неделю. После Доусона гонщики должны преодолеть самую высокую точку гонки, оставив реку Юкон позади. В гонке лидирует Питер Бутерри. Это его десятая гонка. Пять раз он приходил к финишу в числе первой семерки. Может быть, это его год? Всего на несколько часов от него отстает Джоран Фриман со своими девятью собаками. И он хочет вырваться вперед. В 50 километрах от Доусона находится гора короля Соломона высотой в 1200 метров. Когда от холодного ветра немеет все тело, очень легко ошибиться. Джоран пытается преодолеть склон. Лидеры едут с одинаковой скоростью, так что Джорану придется поспешить. Отставание на шесть часов Билл, Стайр и его девять собак собираются преодолеть раньше всех, покинув Доусон. Думаю, лидирующие команды уже вне досягаемости, если только у них не возникнут какие-то проблемы. Они опережают меня на шесть часов. Мне будет сложно догнать их. Все здоровы, это хорошо, ведь я могу рассчитывать только на девять собак. Доехать до финиша было бы уже неплохо. Постараюсь выехать пораньше, может быть, что-то получится. Сьюзан отстает от Билла на тридцать часов. Только одна из ее собак, взятых по объявлению, все еще в команде. Мы едем в Айтхорс. Готовы, ребята? Вы готовы? Поехали. Я хочу довериться своим старым ребятам. Это здорово. Мы разобьем палатку. У меня припасов на неделю хватит. Побудешь ведущим псом, пока не выберемся из города? Мне нужны умные ребят впереди. Ладно. На тебя вся надежда. Я буду рада просто доехать до финиша. Да. Я не смогу победить. Так уж вышло. Это мое прощание с гонками на дальней дистанции. Да, еду последний раз. Готовы? Хорошо. Вперед. Поехали. Готовы? Два дня и 370 километров от Доусона. Джоран Фримен выбивается на второе место. На последней остановке я смог поспать примерно минут 45. Это повлияло на меня. Поэтому я остановился, я знал, что это будет очень тяжелый отрезок пути. И я не хотел просто бороться со сном. Такое уже было. По-моему, вчера ночью. Ты едешь, а вдруг засыпаешь прямо на ходу. Иногда ты держишься, когда тебя трясет, но если ты можешь добраться до контрольного пункта, невзирая на все трудности, это просто здорово. И это очень тяжело, нужно придумать стратегии. Потому что все вокруг суетятся, все готовятся к отъезду. Надо еще узнать, когда кто уезжает, надо поесть, надо узнать свое время, надо приготовиться к отъезду, позаботиться о собаках. В общем, много чего нужно сделать. Джоран попросил, чтобы его разбудили всего через час. Холод в сочетании с усталостью делает тяжелыми каждое движение, каждую мысль. Маршрут снова возвращает нас к реке Юкон, где температура опускается до минус сорока. К следующему контрольному пункту Джоран и его собаки отстают от лидера Питера Бутерри всего на 4 часа. Нагоняемый Джораном, Питер отправляется в путь. Он отдыхал 7 часов. Джоран готов следовать за ним, но ветеринар Мелани Донофра обеспокоен состоянием его уставших собак. Меня волнует вот это место, вокруг подушечек. Здесь шерсть и старые мозоли. Этого не должно быть. К тому же он поранился. И я беспокоюсь, не натирает ли он лапу. Если бы мы могли создать для него дополнительную защиту, но, к счастью, у нас есть диметилсульфон, он поможет уменьшить боль. Да, они очень сильно натерли лапы. Прежде чем Джоран отправится в путь, он должен позаботиться о лапах своих собак. Он займется этим, пока другие гонщики будут спать. С лапами разобрались, и собаки Джорана находят в себе силы откликнуться на призыв хозяина отправиться в путь еще раз. Пока лидеры гонки стремятся к победе, другие команды позади них находятся в одинаково тяжелых условиях. Несмотря на то, что до финиша осталось всего несколько сотен километров, Сьюзен приходится не только кормить собак, но и подбадривать их. Это была долгая гонка, детка. Все сейчас расстроены. Почти половина собак тормозит, потому что у всех свои желания. Я лишь хотела закончить гонку. А собаки подавлены, потому что мы прошли столько километров. Это сильный стресс для них, да и для меня тоже. Мне нужно немного поспать, потом напоить всех собак, или наоборот. Сначала напоить, потом поспать. Я не хочу, чтобы собаки рванули обратно. Надо шевелиться, а то так и останемся здесь. А если хоть кто-то останется, никто не тронется с места. Нужно, чтобы ребятки отдохнули. Нужно еще раз покормить их. До финиша осталось всего 170 километров, а в гонке появился новый лидер. Я Ганс. Гонщик Ганс. Гад обошел двоих участников за последние 130 километров. Через пять с половиной часов третьим появляется Джоран. Его команду проверяют ветеринары. Они решат, могут ли собаки Джорана продолжить гонку. Утро. Ветеринары сообщают Джорану, что собаки в порядке. Он надеется сделать рывок к финишу. Но его собаки настроены иначе. Собаки Джорана, похоже, приняли коллективное решение. Собаки накормлены и проверены. Ветеринары знают, что их лапы в лучшем состоянии, чем были прежде. Возможно, гонка больше не привлекает их. Все считают, что собакам Джорана следует выбыть из гонки. Но Джоран продолжает пытаться. Наконец, вмешиваются судьи. Следующая команда готова броситься к финишу в Уайтхорсе. Возможно, они доберутся туда за полдня. Но Джоран может лишь вернуться к контрольному пункту. После 11 дней, пройдя полторы тысячи километров, он вынужден закончить гонку. Мы никогда не узнаем, почему следующая уставшая команда выполняет приказы своего хозяина, а команда Джорана ему отказала. Собаки преодолели боли и истощение, чтобы подойти к победе вплотную. У Джорана есть причины быть благодарным им за их мужество. Консервативная стратегия Билла Стайра привела его на шестое место. У него по-прежнему 9 собак. Сейчас главное дойти до финиша. Теперь я уже готов ко всему, так что нужно лишь успокоиться. позитивно настроиться и привести своих собак к финишу. Это будет потрясающе. Когда я дойду до финиша, если я дойду до финиша, это будет потрясающе. Команда Сьюзен продолжает бороться. Температура минус 40. Она продолжает гонку. У нее осталось 7 собак. Она и ее команда не сдаются. Мы идем по маршруту. Нас осталось двое. А дети дома? Да не совсем. Нам еще предстоит пройти сотню километров. Сотни не так уж и много. Ну да. Только их упорство поможет им дойти до финиша. В Уайтхорсе люди не боятся холода. Они хотят поприветствовать героев гонки Юкон. В этом году чемпионом стал Ганс Гат. Он со своими собаками преодолел 1600 километров по замерзшей земле за 11 дней, 4 часа и 22 минуты. Я очень хотел победить в этой гонке. Это было нелегко, скажу я вам. Это была очень тяжелая гонка от начала и до самого конца. Ганс выиграл 30 тысяч долларов. Но гораздо важнее уважение людей севера. Он будет гордиться этим до конца своей жизни. Через 17 часов толпа расходится по домам. Билл Стайр радуется собственной победе. У него по-прежнему осталось 9 здоровых собак и он пришел к финишу шестым. За сочетание скорости и заботы о собаках Билл выигрывает премию ветеринаров. Более чем через 3 дня после Ганса наконец прибывает Сьюзер. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, добрались. Еще раз она и ее собаки доказали, что Север с его испытаниями им не помех. А вот они. Вот моя девочка. Вы только посмотрите на нее. Все, обещаю, это в последний раз. Все, домой, домой. Сьюзер пришла не самая последняя. Все, добравшиеся до финиша, приветствуют команду Уэйна Холла. Все его 14 собак преодолели 1600 километров. Толпа снова выходит на холод. Один из самых замечательных моментов это смотреть, как Уэйн подходит к финишу со своими 14 собаками. Он это наследие этой гонки. Меня дух захватывало, когда я видела все эти команды ухоженных собак. Но увидеть этих мохнатых ребят, прибегающих к финишу, это такая радость. Люди Севера понимают, как сильна связь между собаками и гонщиком, который бросает вызов гонке Юкон. Наследие этой гонки выражается особым призом. Все согласны с тем, что команда Уэйна Холла это воплощение духа Севера. Операторы Макс Куин, Мары Думас, Найджел Зига. Композитор Тревор Колман. Автор сценария Аллен Эрсон. Продюсер Макс Куин. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу Национального телевизионного синдиката.